Короткий или длинный? Вопрос, который мучает миллионы людей. Никто не знает, какой же размер лучше. А у нас сегодня два рейндж-ровера, лонг и короткая версия. Это улица Российская, 263, автосалон про тюнинг автотрейд. Давайте разбираться. Одинаковый с первого взгляда автомобиль имеет в себе небольшое количество различий. Начиная с лонговой версии. Тут у нас под капотом стоит бензиновый двигатель объемом 4,4 литра, мощностью 530 лошадиных сил. В короткой версии у нас стоит более простой мотор объемом 3 литра, тоже на бензине и мощностью 400 лошадиных сил. Если мы смотрим на лонговую версию, отличие, которое можно с первого взгляда не заметить, находится у нас за колесными дисками. Это спортивная тормозная система, окрашенная в черный глянец, порошковая краска, которая очень долговечная, зарекомендовала себя с логотипом Range Rover. На более простой версии у нас идут неокрашенные стандартные суппорта. Ну, собственно, большой машине нужна хорошая тормозная сила, так как мотор мощный, это обязательно на таких машинах. Также, собственно, это лонговая версия. Для чего это необходимо? Это более комфортное перемещение на далекие расстояния для пассажиров, которые находятся сзади. Оба автомобиля у нас в белоснежном цвете, который подчеркнут черными глянцевыми элементами по всему кузову. Это очень красиво выглядит, очень модно сейчас такой контраст сделать на автомобилях, а это здесь исполнено уже с завода. Оба автомобиля также имеют тонированную заднюю часть с завода. И что короткая версия, что длинная версия у нас 2022 года выпуска, короткий с пробегом 4000 км, длинный с пробегом 2900. На внешних элементах у нас, в принципе, разницы в остальном нету. Машина абсолютно одинаковая в остальных частях, поэтому давайте посмотрим, что у нас имеется в салоне. Перемещая салон лонговой машины, мы замечаем сразу, что у нас идет комбинированная отделка из черной кожи и кожи с цвета слоновая кость. Безумно красиво смотрится, повторяя тот же контраст, который у нас находится снаружи автомобиля, черный с белым. На короткой версии у нас салон выполнен полностью из черной кожи. Если мы посмотрим на центральную консоль, на лонг версии у нас идет отделка из дерева. Безумно приятный материал, прям хочется его трогать, очень хорошо это все выглядит. На короткой версии у нас эти же элементы идут из черного глянца. Если мы посмотрим в заднюю часть автомобиля, то в длинной версии мы увидим еще и третий ряд сидений, на который поместится даже взрослый человек, при условии того, что второй ряд немного отвернут вперед. В принципе здесь даже так комфортно находиться. В короткой версии у нас третьего ряда, собственно, нет, потому что она более короткая. Если вы хотите подробный обзор посмотреть про эти машины, мы про них уже рассказывали на нашем YouTube канале. Можете перейти, увидеть конкретно по опциям, что здесь имеется, что изменилось из прошлого поколения. Там мы все это рассказываем. В общем, тут хочется подчеркнуть то, что автомобили достаточно современные, премиальный сегмент. Абсолютно все, что необходимо здесь имеется, все выполнено на лучшем уровне. Это все-таки Range Rover. Он прям подтверждает, что это премиум сегмент автомобилей. Приезжайте к нам на улицу Российская, 263, в автосалон ProTuning Auto Trade. Либо вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону, если вам необходим, допустим, такой же автомобиль, но с другими опциями, другого цвета. Мы можем его привезти из любой точки мира. Поэтому скорее обращайтесь к нам.